Как бы вы объяснили разницу между понятиями «направлять» или «управлять» церковью? Направлять – это прерогатива Бога. Направлять может только Бог. Я бы считал унизительным быть первым лицом, который направляет это общество. Это не мои рабы, это не рабовладельческий строй, потому для меня это унизительно – направлять общество. Моисей вообще-то понял и потребовал от Бога, что если ты сам с нами не пойдешь, то даже не выводи нас. То есть Моисей рассматривал свою позицию как «управляющий делами». Есть такое понятие при президенте, управляющий делами кого? Президента. Или там президента компании. То есть я не президент, но я знаю волю или политику президента, и я просто выполняю эти указания. Поэтому понятие управителя, скажем, Иосиф был управителем в доме Патифара, но над ним был Патифар. Или Иосиф стал вторым после фараона, но он не фараон. Он управляет делами этого человека. Потому я считаю, что пастор не может сам придумывать и направлять общество. Он служитель, он служит главе Христу. А вот управлять, вот это сюда, вот это здесь, вот это так, то есть ориентироваться на месте, как более успешно толкать это общество – да, вот это функция пастора. Невозможно управлять машиной без направления. Если мы не знаем, куда мы едем, нет смысла даже заводить двигатель. Поэтому пастор отчасти, не отчасти, а полностью зависим от направления. Если Господь не показывает направление, невозможно и управлять. Ни временем, ни финансами, ни людьми, человеческим ресурсом. Невозможно. Но все упирается в направление. Если Господь дает направление, тогда пастор знает, как управлять. Я думаю, что и опыт наших отцов, и опыт современный, да, показывает, что все-таки должно быть лидерство в церкви. Должна быть ответственность на тех, кто принимает решения, или тех, кто будет нести ответственность за принятые решения. Поэтому тут, наверное, не вопрос коллективного разума, когда все решили, потому что есть такой интересный опыт, да, когда Иисуса вели, кричали царь иудейский, через неделю кричали уже распни его. И вот этот грех толпы, скажем так, он имеет место быть и в том, чтобы в церкви могут заквасить какими-то брожениями, недовольствами. И есть такое понятие, как сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Очень просто, это съесть пастуха. Поэтому вот иногда пастора съели, и все довольны, понимаете. В моем понимании, все-таки, да, это или пасторская команда, или команда лидеров, руководителей служений, нести ответственность за уверенное им служение. Управлять – это значит заниматься менеджментом. У нас в Библии руководство, или, скажем, управление церкви, оно завязано на двух терминах. Один термин связан с этим пятизвездным, пятизначным служением. Это люди, которые направляют церковь. Потом у нас есть дар управленчества. И этот дар, он написан тому, кому дано руководить, апостол Павел пишет, Римлян, 12 глава, тот управляй, или руководи. Но это менеджер. Это те, кто обустраивают уже назначенную работу, целенаправленную работу. Менеджер не занимается принципиальным руководством. Менеджер занимается детальной настройкой процесса. Ну, наверное, управлять, это, скорее всего, с области менеджмента, вот так что-то в этом роде. А направлять, это два стратегического направления. Это, кстати, два разных действия. Я объясню немножко на принципе Ветхого Завета. Были люди, которые управляли, допустим, Израилем. Это цари. А вот направляли их пророки. По-другому, направляли люди, имеющие направление от Господа, лучше всего от Господа. Или, как мы говорили, про видение, видение будущего, Божьих направлений и Божьих целей. А воплощали это люди, которые могут управлять церковью, то есть организовывать, так скажем, в практике, воплощить в практике то направление, которое давали люди, имеющие видение. Конечно, когда в одном человеке согласуется или совмещается то и другое, это идеальный лидер. Всегда управлять – это улучшать внутри церкви что-то. Ну, допустим, в Послании к Римлянам, 12 глава, говорится о семи дарованиях. А всего в Евангелии, ну, по-моему, 22 дара. Плюс материальное служение, плюс хозяйственная деятельность церкви. И все это нужно свести в один организм, или, лучше сказать, наверное, в один оркестр, чтобы все действовало как часты. Это управлять. А направлять – это в какую сторону развивается общество. Пастор имеет направление в сердце, он предлагает церкви. И, скажем, на данный момент направление этой церкви – это освящение. Другая церковь в это же время занимается евангелизацией. У пастора этой церкви евангелизация. Есть подготовленные люди, есть ресурсы, есть понимание, куда лететь, где открывать новые церкви. Бывают большие общины, они могут двигаться в разных направлениях. И евангелизация, и помощь бедным. То есть это направление, куда должна двигаться вся община. Опять же, мое мнение, управлять – это больше административный процесс, который вовлекает полномочия и позицию, или власть. Я имею власть, я имею определенную должность, соответственно, в рамках этой должности я могу управлять людьми. То есть отдавать приказы своего рода. Вне зависимости даже от того, насколько они там, скажем, согласны или не согласны. Ну, это как в крайнем случае. Направлять – это означает помочь человеку определиться с направлением. Указать правильный путь, но так, чтобы это отражало и его желание. Убедить его, может быть, в этом. Каким-то образом его, как тут лучше даже выразиться, мотивировать для того, чтобы он это делал. Вот это направлять. То есть я указал правильное направление, я мотивировал, я объяснил, почему это важно. И в итоге человек сам захотел идти. Вот это, кстати, качество хорошего лидера. Он не просто управляет, он может направить так, чтобы человек двигался в правильном направлении, особенно учитывая церковь. Потому что христианство – это личностное отношение со Христом в первую очередь, а уже все остальное потом. Поэтому если человек лично не имеет отношения со Христом, что толку, что им управляет? Мы ему должны направить на это. Нельзя управлять, не показавшее направление. Иначе тогда мы будем топтаться на месте. Поэтому эти два понятия достаточно слит и достаточно дополняют друг друга. Но вот на что я хотел бы обратить внимание. Управлять должен тот, кто поставлен это делать. Согласно Святому Писанию, это лидеры, это пасторы, которым предъявляется подобное требование. Они управляют, чтобы ты знал, как поступать тебе в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины, советует апостол Павел Тимофей. Он поставлен руководить, управлять. Но в функции направления участвуют и другие люди. Как минимум мы знаем, что этим занимается пророк. Его функция направить, указать на что-то, о чем, возможно, может не знать пастор, но что входит в функцию пророка, открывающего некоторые сокрытые вещи. Поэтому сказать, что есть только единоличное некое управление, это неправильно. В совокупности это рождает все необходимое. Согласно Святого Писания в апостольской церкви были апостолы, которые именовались как столбы. То есть они принимали какое-то решение. Это нормально, это хорошо. И я вновь хочу повторить, что задача пастора, или если мы говорим о пастухе, он водит овец. Он должен знать, куда идти и зачем идти. Кто ему поможет это делать, это очень часто сопряжено с функциями пророка. Что замечательно, Бог все эти вопросы уже проговорил, не оставивши нас без ясности.